Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. К повестке экономического календаря. Сегодня нас ожидает еще одна порция макроэкономических данных из Англии. За британской валютой мы наблюдаем, поэтому отсюда такой интерес к этой статистике. Но сегодня действительно стоящий релиз, потому что нам предстоит проанализировать данные по инфляции в Англии. Напомню, что наша старая идея основана на том, что британская валюта сохраняет потенциал роста, потому что вот-вот Банк Англии все же будет вынужден анонсировать более агрессивный подход к изменению ключевой процентной ставки, потому что повышение процентной ставки остается единственным действенным инструментом в борьбе с высокой инфляцией. В Англии проблему инфляции решать необходимо, потому что она самая высокая среди всех развитых стран. И сегодня нас ждет как раз обновленная статистика по индексу потребительских цен за прошлый месяц. Я не жду какого-то чуда от статистики серьезного снижения показателей. Предлагаю, собственно, так же, как и по другим регионам, ориентироваться на базовый индекс потребительских цен, который фильтрует такие показатели волатильные, как цены на продовольственные товары, цены на энергоносители, потому что в этом случае у нас точно будет четкое представление о том, что происходит с инфляцией. Но если мы вспомним вчерашний отчет по темпам роста зарплатных плат в Англии, я думаю, что сегодняшний релиз может даже преподнести какой-то сюрприз. И, например, мы легко можем увидеть рост базовой инфляции, что, конечно же, повысит шансы оптимистов. Ну, лично и мои тоже, потому что я покупатель, по фунту и такой же оптимист на то, что Банк Англии может выкатить решение о повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов. Далее, в 9.00 по GMT статистика по инфляции выйдет в 6.00 по GMT, в 9.00 по GMT ВВП еврозоны. За европейской валютой я слежу, но так опосредованно, потому что все-таки больше акцента делается на индекс доллара, а индекс доллара и пара евро-доллар очень сильно коррелирует между собой. Поэтому, в целом, если вы знаете мое отношение к индексу доллара, вы должны понимать, к какой точке зрения я придерживаюсь отношения главного валютного риска. Но дополнительных инструментов в портфель не добавляю, потому что нужно разобраться окончательно в индексе доллара и убедиться в том, что американская валюта все же пойдет вниз к обновлению новых локальных минимумов. В 14.30 по GMT запасы нефти в США. Очень правильное решение было накануне зафиксировать бренд на тех уровнях, на которых мы котировались. На этой сделке мы неплохо с вами заработали, потому что ранее спрогнозировали неизбежный рост черного золота выше 85 долларов за баррель, и буквально на прошлой неделе были близки совсем долгосрочной цели в 90 долларов за баррель. Но после выхода данных по Китаю, которые разочаровали, возникли определенного рода риски того, что на рынке может начаться коррекция из-за вот этого панического настроя. А что, если Китай не вытянет нужные показатели экономического спроса? И, соответственно, мы увидели эту коррекцию. Текущие котировки уже ниже 85 долларов за баррель. Подходящий ли это уровень, чтобы пересходить в рынок? Я думаю, что нет. Скорее всего, будут еще более низкие ценовые значения, которые мы и будем использовать для повторного открытия длинных оппозиций. И под конец торговой сессии 18.00 по GMT протокола последнего заседания американского регулятора. Вот это событие, я думаю, все же станет источником, не скажу, что повышенной, но все-таки волатильности американского доллара. И при определенной риторике и содержании тезисов этих протоколов, например, то, что ФРС всерьез обдумывает завершение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, на рынок могут вернуться продавцы. Единственное, что здесь нужно отметить протоколы, это все-таки дорожная карта того, что было в прошлом, во время последнего заседания Федорезерва. С тех пор много чего изменилось. Но, опять же, если говорить про то, что изменилось, напомню, что мы получили еще больше отчетов о слабом рынке труда и зафиксировали вместе со всеми снижением базовой инфляции. Поэтому, точнее, даже незначительный рост. И на фоне того, что, прошу прощения, все-таки снижение базовой инфляции с 4,8 до 4,7 процентов. И это некоторое время назад позволило предположить, что снижение инфляции это уже практически естественный процесс, который не нуждается в дополнительной помощи со стороны каких-то новых усилий Федрезерва в виде дополнительного повышения ключевой процентной ставки. По основным финансовым активам рынок нефти уже в целом разобрал. Повторю, что текущие котировки 84,67. Сегодня ждем данные по запасам нефти. Я допускаю, что запасы могут резко снизиться из-за той ситуации, которая происходит на внутреннем рынке США. Цены бьют локальные максимумы и есть вероятность того, что правительство примет решение о дополнительной продаже стратегических резервов. Если это будет действительно так, то запасы априори должны будут сократиться. Но отреагирует ли в текущих условиях на это рынок нефти, посмотрим как раз. Для нас будет еще одна возможность понять, на какие факторы сейчас откликается нефть и что нам нужно использовать в принятии решений. Либо краткосрочные риски, либо все-таки ожидание того, что нефть в конечном счете останется в долгосрочной траектории роста, потому что, ну как ни крути, при любом раскладе на рынке очень скоро маячит значительный дефицит, который станет причиной роста. Ну и я бы рекомендовал сейчас пока что сохранить выжидательную позицию, надеюсь то, что как и ФРС ее сохранит, и не предпринимать дополнительную активность в отношении ни бренда, ни WTI. Доллар, индекс американской валюты 103.06. После данных по инфляции, промышленной инфляции, после данных по рынку труда, наше внимание сейчас максимум фокуса. Внимание на комментарии представителей Федрезерва. Ну, проблема в том, что они настолько путают. Часть из них поддерживают идею повышения ставки, часть считает, что ставка уже на ограничительном уровне, и не нужно дополнительно ужесточать монетарную политику. В частности, Харкер, Бостик, Уильямса против повышения, за повышение Коллинса, Дейли и Кашкади. Хотя я не совсем понял его точку зрения. Были вроде бы как аргументы из-за повышения и против. Ну, отнесем его к категории тех, кто считает, что нужно дальше ужесточать монетарную политику. Нужно теперь официальных, побольше официальных заявлений или новых заявлений от Джерома Пауэлла. Поэтому ждем Джексон Холл. Сегодня в качестве важного события протокола, надеюсь, то, что они все же подсветят нам, что голосующие члены Федрезерва больше склонны к тому, чтобы принять решение о завершении цикла повышения ставок и сохранить ее на текущем уровне 5,5% до конца этого года. Если будут такие тезисы, конечно же, инициатива перейдет к продавцам. Но я буду этому очень рад. Золото 1904 доллара за тройскую унцию, лоу был 1896. Собственно, после теста поддержки 1900 последовал импульсный такой рывок вниз до отметки 1896. Но это не привело к перезагрузке рыночных настроений. По-прежнему толпа держит длинные позиции, считая, что золото достигло своих минимумов. 81% трейдеров золото покупают. И раз не произошла вот эта перестановка сил, распределение сил, я думаю, что золото может достичь новых локальных минимумов. Поэтому допускают, что в ближайшие торговые сессии, если ничего не изменится по доллару, золото может отправиться на отметку 1880-1870. В пользу такого сценария также и продолжающийся рост доходности американских облигаций. Десятилетки уже дают доходность 4,21%, что, конечно же, снижает привлекательность золота, который не приносит ни процентного, ни купонного дохода. Британская валюта топчется в районе отметки 1,27. Ну, видно, что фунт хочет обновить локальный максимум, но вот чего-то не хватает ему. Вчерашние данные по рынку труда из всего многообразия компонентов нас интересовала только динамика роста заработных плат. И они сильно выросли. Включая премии, рост составил в годовом выражение со 7,2% до 8,2%. Конечно же, это будет влиять на инфляцию, будет ее разгонять. Поэтому, как я отметил в начале своего выступления, я не удивлюсь, если сегодня, когда выйдут данные по инфляции, базовый показатель будет не на отметке 6,8, то есть снижение с 6,9, а, например, на уровне 7% или даже выше. И если этот сценарий реализуется, то, конечно же, фунт уже найдет больше оснований для развития восходящей динамики и отправится к нашей долгосрочной цели 1,30. Доллар иена пока не трогаем, 145,50 текущие котировки. Странно, что японская иена не смогла укрепиться таким достойным образом на сильных данных по ОВП, учитывая, что в квартальном выражении рост составил 1,5% японской экономики, в годовом 6%. Я думаю, что такие показатели должны быть больше характерны для развивающихся рынков. Но вот сейчас Япония ими может похвастаться. Разочаровал министр финансов Судзуки, который прокомментировал ситуацию с валютным курсом и отметил, что для Банка Японии и для Министерства финансов нет каких-то ориентиров по курсу. Просто регулятор и денежные власти остаются адаптивными и не считают на текущем условии что-либо делать, либо вмешиваться. Ну, нечто похожее было в прошлом году. В итоге Банк Японии вмешался. В любом случае, сейчас я также, как и в отношении многих других инструментов, рекомендую не лезть, друзья. Давайте посмотрим, что будет дальше. Если увидим более высокие ценовые уровни, то тогда, наверное, будем рисковать уже шортить в расчете на вот эти валютные интервенции. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!